Мы любим свободу. Мы боремся с любыми ограничениями. Нам мало того, что есть. И мы всегда хотим большего. Мы преодолеваем границы, чтобы объять необъятное. Наши возможности безграничны. Ты безграничен. Безлимитный интернет от Мегаком. Ты сегодня первый раз. Все, настройся. Не волнуйся. Все, ты готов. Все, что находится за рингом, это тебя не касается. Так, теперь расслабься. Закрой глаза. Я лучший. Я лучший. Я самый лучший. Я чемпион. Я чемпион. А, вы чемпион. Все, ты готов. Я готов. Работаем. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире первый выпуск вечернего шоу с Максимом Полетаевым. Сегодня в гостях Атайо Мурзаков, семикратный чемпион мира Урзубек Назаров, депутат Джогурку Кенеша Равшан Джинпеков. Музыкальные гости Амад, Салдана Даширова, Рыскельде Асманкулов и Аделет из трио Style Mix с исполнением легендарного хита Irmai Rav. А теперь встречайте Максим Полетаев! Добрый вечер, друзья, в эфире и в эфире пятого канала. А это важно. Вечернее шоу. Наше вечернее шоу это больше информационное, нежели юмористическое и больше юмористическое, нежели политическое. А передача пока, к счастью, скандально неизвестная. Знаете, наша основная цель делиться с вами, на наш взгляд, интересными и заслуживающего внимания вашего новостями, приглашать интересных гостей к нам в студию и делать все, чтобы ваш вечер прошел в хорошем настроении. И хороших новостей огромное количество. Ну, например, хорошей новостью, на наш взгляд, является то, что Иссык-Куль в этом году может похвастаться хорошим сезоном, несмотря на все опасения. Определенные опасения были. Ну, например, ни для кого не секрет, что в начале лета на одном из крупных, на одном из крупнейших горнорудных предприятий нашей страны внезапно, внезапно так вот прекратилась подача электричества. И мы подумали, а как в это тяжелое, тяжелое для крупного горнорудного комбината время могла проходить работа ни на секунду, не останавливающаяся. Пожалуйста, на экран. Еще события к началу лета. В самом начале летнего сезона министр иностранных дел нашей страны вручил уведомление послу США о том, что ЦТП МОНАСС прекращает свою работу. Здесь как бы непонятно радоваться этому обстоятельству, потому что многие жители нашей страны действительно рады выводу военной базы или просто ждать очередного всплеска демократической активности. Хотя, хотя, вот лично мне интересно, что по этому поводу думают сами американцы. в нашем вечернее шоу, мне кажется, настал момент рассказать добрую вечернюю сказку. Про то, как Кыргызстан вступил в таможенный союз и все обошлось без негативных последствий. Ты знаешь, что Сардар, это другая сказка. И пока, к сожалению, она не добрая. У нас другая сказка. Когда-то, давным-давно, маленький мальчик Алеша мечтал купить крупные государственные предприятия за один доллар. Мальчик вырос, и мечта сбылась. Газпром. Мечты сбываются. Ты знаешь, Максим, с такими шутками нашу программу могут и закрыть. Ну, на этот случай я уже все придумал. Я сразу уйду на больничный, а ты... А ты вообще бомба. Да, я бомба. И я про всех все знаю. Вот, например, ты, Максим... Так, молчи, молчи. Друзья, это первый выпуск вечернего шоу. Мы в эфире, и мы начинаем. Мы долго думали, как бы нам осветить международные новости, которые лавиной прокатываются по новостным порталам. И вы знаете, на нашу удачу, на наше счастье есть такой человек, который нам в этом поможет. Это наш специальный корреспондент. Айбек с Кыргызстана. В Брюсселе бомж развел костер посреди метро. Ну, что же вы хотите? Примитивная страна. Корова в Чехии на два часа остановила движение на крупнейшей магистрали страны. Что же вы хотите? Примитивная страна. В Эстонии вышел запрет на популярные фамилии Иванов, Петров, Сидоров. Что же вы хотите? Примитивная страна. В китайском зоопарке переодетых собак выдавали за львов. Ну, что же вы хотели? Примитивная страна. Это была наша рубрика International News и наш специальный корреспондент Айбек с Кыргызстана. Сентябрь наступил. И вы знаете, очень приятно, что в этом сентябре нас вновь ждет осенний звездопад. А благодарны мы должны быть одному человеку, которого для меня огромное удовольствие и честь пригласить прямо сейчас к нам в студию. Друзья, самый лучший танцор Атай Омуржаков. Проходи, пожалуйста. Мы, конечно, ждали, что ты в стиле электрик-буги пройдешь к своему месту, но я думаю, все уже привыкли к твоим танцам. Атай, во-первых, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, что теперь Кыргызстан имеет право заявлять о том, что на нашей территории, на территории нашей страны проходит крупнейший на секундочку, друзья мои, фестиваль танцевальный в СНГ. Прав ли я? Да. Вот такой вот скромный парень Атай. Атай, сразу же вопрос в лоб. Вопрос, который наверняка задавали тебе все родственники, все твои друзья. Почему 100 тысяч долларов, выигранные в Чехии, ты пустил не на покупку, знаешь ли, коттеджа в Капризе, и не на то, чтобы кататься на Додже или на Геленвагене, а на то, чтобы сделать этот фестиваль. Ну, действительно. Ну, это была, наверное, давняя мечта. Газпром, мечты сбываются? Ну, конечно, Газпром тут ни при чем, но это была давняя мечта, и как раз к тому времени, когда я решал осуществить некий фестиваль, как раз посчастливилось иметь такую сумму, денег, чтобы провести прям масштабную. Фестиваль, я так думаю, становится раз от раза все дороже и дороже. В этом году мы ждем Крэга Дэвида, мы ждем акцент. Кого еще нам ждать? Также будет очень много известных танцоров приглашенных. Вот, они будут давать мастер-классы, они будут судить соревнования, ну, и придет также галоконцерт, как и в прошлом году, но более масштабный. ты знаешь, вот не могли мы, зная, что ты к нам придешь и зная, как ты трепетно относишься к своей малой родине и как ты во всеуслышание заявляешь о том, что ты из Каракола, это действительно прекрасный город и я его очень люблю. Но есть ведь городская легенда и у славного Каракола. И легенда эта особенно нужна всем людям нашей страны по утрам. Речь идет о знаменитом каракольском шлямфу, друзья мои. Будьте любезны. Посмотри, какая прелесть. Спасибо, сыне. Как мы долго уговаривали ее, чтобы она немножко себя сдержала в руках и не бросилась тебе на шею и не оставила на тебе засосы. Атай. Четыре порции свежайшие недавно приготовленные шлямфу. Но одна из них была приготовлена чуть раньше. Почему? Потому что она ехала к нам аж из самого Каракола. Среди четырех порций одна действительно настоящий вкуснейший свежайший каракольский ошлямфу. И с огромным удовольствием преподнесу тебе инструмент для определения какое из этих ошлямфу является каракольским. Вот сейчас, я думаю, многие каракольцы прильнули к экранам, чтобы посмотреть, а угадает ли Атай. Ну, я, наверное, сейчас даже пробовать не буду, потому что я уже по виду определяю, что наше каракольское творение это вот номер три, сейчас пока что я себя сдержу, но за кадром я поем обязательно. Так, можно пригласить одного из наших экспертов в Сардар? Атай сделал выбор под номером три, я даже могу продемонстрировать нашим телезрителям, особенно каракольской части наших телезрителей, посмотреть, чисто внешне похоже ли. Точно каракольская, да? Ну, если судить по внешнему, потому что в караколе не нарезают такими кусками, здесь мало крахмала, здесь вообще его нету, так что. А здесь все в меру, да? Все в меру. Спасибо большое, Атай, а то вчера праздник отмечал, 31-й, спасибо большое. А я тебе говорил, чтобы на работу трезвым приходил. А, друзья мои, действительно, Атай угадал, именно под третьим номером было каракольское шляпу, я думаю, этому факту можно поаплодировать. Удивительно, но это на самом деле так, никакой подставы нет. Атай, есть ли девушка у тебя? Спрошу я вот с такой игривостью, как бы подчеркивая, что сейчас 14-16 и даже старшего возраста женщины так оп, насторожились. Есть ли девушка у Атая Мурзакова? Наверное, пускай это останется в секрете. Чем она занимается? Извини, я просто по порядку вопросы читаю, подготовил. Друзья, совсем недавно, а ты очень часто бываешь перед самыми разными членами жюри, очень строго, очень строго жюри, совсем недавно и ты побывал в их шкуре. И даже я бы сказал, ну не совсем удачно. А почему не совсем удачно? Потому что у нас есть, ну практически уникальная видеозапись, которая была, ну еще на нескольких каналов, и у нас тоже пусть будет запись, как ты судил, шоу «Кыргызстан, мои таланты». Я предлагаю посмотреть видеоотрывок, после чего мы с тобой обсудим. Вам я скажу нет. Вы знаете, я хотела бы возразить вам немного, потому что все-таки мы, как все-таки музыканты, можем рассуждать с музыкальной точки зрения. То, что высокие ноты в джазе тоже есть, и берут ее фальцетом. Но не знаю, как вы это судите, потому как это все-таки я считаю не очень профессиональное жюри. То есть в плане вокала. Понимаешь, вот так вот, Атай? Непрофессиональные жюри. Но ты знаешь, я вот бы хотел сказать следующее. В интернете это видео появилось под названием «Наезд на Атайу Мурзакова». И вот после всего того, что ты сделал для нашей страны, после того, как мы действительно стали проводить крупнейший на территории СНГ танцевальный фестиваль. И вообще, ты подарил многим кыргызстанцам возможность поверить в себя. Единственный наезд на Атая, который возможен, это наезд камеры крупным планом. Господин оператор, будьте любезны, возьмите нашего дорогого и уважаемого Атая Мурзакова крупным планом, потому что это действительно большой человек. Атая Мурзакова сегодня в гостях. Спасибо тебе, Атай, успешного проведения. Все на фестивале «Я танцор». Будет круто, будет замечательно. Там мы с вами увидимся. Ну, а с тобой, это, я думаю, мы еще обсудим смету. Друзья, приходите на фестиваль «Я танцор», танцуйте вместе с Атаемом Мурзаковой, вы помните, танцы действительно делают жизнь ярче, веселее, как и наше шоу. Оставайтесь с нами. Праздничный выпуск сегодня у нас получается у нашей программы, друзья. И очень приятно, что среди Дня Независимости, среди 1 сентября есть праздник, причину которого, человека, которому он посвящен, мы можем поздравить лично 30 августа, день рождения у семикратного чемпиона мира по боксу среди профессионалов Орзубека Назарова. Приятно, что можем поздравить его прямо в нашей студии. Орзубек Назаров, встречайте! Добрый вечер, Орзубек. Доброго вечера, прошу вас присаживайтесь. Орзубек Назаров, доброго вечера, спасибо, что пришли, спасибо, что согласились, с днем рождения. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Сразу вспомнилась история, когда в бытный с профессиональным спортсменом Орзубек Назаров, находясь в Японии, получил очень интересное предложение. Предложение какого характера? Предложение выступить под флагом Японии за, как я понимаю, весьма неплохие деньги. Но Орзубек Назаров отказался. Расскажите эту историю. Ну, история давняя, история давняя, но довольно-таки интересная. Я думаю, она будет чем интересна, что действительно деньги, деньги не всегда решают все. Действительно, когда я начал показывать очень серьезные результаты на профессиональном ринге в Японии, выступая за японский клуб, но под флагом Кыргызстана, когда я уже дважды стал чемпионом мира среди профессионалов, японцы мне предложили очень заманчивую идею. Говорите конкретно, сколько предложили? Всех же мучает этот вопрос. В несколько миллионов долларов. В несколько миллионов долларов, можете представить... Какой год шел? В 94-й год. В 94-м году? Несколько миллионов долларов, и вы отказались? Я отказался. Сейчас не знаю, радоваться или сожалеть этому. Ну, вы знаете, по-моему, вот это показатель действительной внутренней независимости, внутреннего суверенитета, который действительно показал, что Кыргызстан – это независимая и суверенная страна, гражданина которой не купишь даже за пару миллионов долларов. И этому факту можно... лично я этому факту поаплодирую, друзья. Спасибо. Но не только это приятно. Приятно вспомнить эдакую, даже не городскую, но в городе Бишкек – это действительно уже легенда, а такую общемировую даже легенду про ваши встречи, про вашу дружбу персональную с Константином Дзю. Вот я вам расскажу, как стал свидетелем спорок, который чуть ли не дошел до драки, когда люди спорили, кто кого. Вы – Костю или он – вас. Давайте сейчас на всю страну, наконец, откроем эту тайну, чтобы больше люди не спорили, не дрались и не проигрывали деньги, как я. Не, ну, спорить-то здесь нельзя, потому что что бы там ни было, все равно счет-то остался 1-1. 1-1. 1-1. 88-й год, финал чемпионата Советского Союза, счет того Советского Союза, который проходил в Ташкенте, финал закончился тем, что я выиграл. А 89-й год, тоже финал чемпионата Советского Союза, который проходил совсем недалеко, вот здесь у нас во дворце спорта. Ну, так получилось, что Костя был сильнее. Я уверен, вы были травмированы при этом. Ну, я не хочу сейчас далеко уходить. Или болели. Ну, я просто был чемпионат Союза, был после, через 4 месяца после аппетита. Ну, тут, по-моему, все понятно. Понимаете, просто в то время партия сказала, надо было делать. Вот мне пришел, когда сказал в спорткомитет, что я не готов, я не могу боксировать, мне сказали, соревнования, иду дома, боксировать надо. Ну, надо, значит, надо. Вы знаете, у нас в программе тоже наступают такие моменты, когда надо. Хотите вы этого или нет? И вот прямо сейчас, вы знаете, у меня давно была мечта сойтись в поединке с чемпионом мира по боксу и остаться в живых. Я думаю, сейчас это моя мечта хотя бы частично, но исполнится, потому что у нас готова уже рубрика «Деремся и не умираем» с Арзубеком Назаровым. Друзья, поехали! Вы знаете, Арзубек, мы с вами только что побили мировой рекорд, четверо суток уже снимается наша передача, а мы все с вами тут стоим и не можем наставить. Вы знаете, мне кажется, что этот сам компьютер меня спасает, потому что даже в электронном формате битва с семикратным чемпионом мира по боксу среди профессионалов, она чревата для здоровья. Побережем себя для других, побережем. Друзья, тем не менее, в гостях Арзубек Назаров у нас был. Повезло сегодня мне, мне очень повезло, ну а вас мы еще раз будем. А может быть, мне повезло, а то в компьютер поиграл бы. Ну, кто знает, друзья. С днем рождения Арзубека Назаров со всеми праздниками, приходите к нам еще. Друзья, побольше вам побед, таких, как у этого человека. Хочу вам удачи, чтобы передача была веселая, интеллектуальная и нужная для нас. Друзья, если что, с нами Арзубек Назаров, это важно. Спасибо. Как программа, которая не касается политики вообще, мы решили, что очень логичным будет пригласить на наш первый выпуск. Именно политика. Депутат Жугроку Генеша, встречайте, Равшан Жейнбеков. Равшан, доброго вечера, рады, что вы пришли, присаживайтесь. Поближе, да? Конечно. Мы только поближе. Очень рады, что пришли, спасибо вам за это. Но, как я уже сказал, мы действительно не посвящаем темы нашего разговора политики, но вы, помимо того, что занимаетесь политической деятельностью, причем весьма активно, вы же еще и выпускник МАЙТИ, и давайте сейчас для всех наших телезрителей расшифруем, что же такое МАЙТИ. Это институт, который является одним из ведущих учебных заведений в мире. По-моему, если я не ошибаюсь, среди технических высших учебных заведений он на первом месте. Именно по физике, химии, биологии и математике. И точной науке в общем. В 37 лет, если я не ошибаюсь, Равшан Жейнбеков снова стал студентом. Взрослый человек, который успел побывать на различных постах, должностях, и вдруг студент. Как из 37, снова в 20? Ну, в жизни надо уметь начинать все заново, не бояться этого. Я думаю, это очень важно. Именно знать такие вещи, начиная с нуля. Равшан, вы знаете, у нас есть история, вернее, эту историю мы, скажем так, узнали. И хотелось бы, чтобы она прозвучала из ваших уст. Она касается студенческих ваших лет. Дело в том, что не только в МАЙТИ. Вы учились, какое-то время проходили обучение в Германии. И вот там, как и многие граждане нашей страны, вы занимались тем, что перевозили автомобили. А если быть конкретным, то легендарную БМВ-пятерку. 93-го года выпуска, в 96-м году вы ее, скажем так, перевезли через границу нашей страны. Расскажите эту историю. Ну, это было сразу после развала Советского Союза. И мы, молодые студенты, должны были чем-то зарабатывать на жизнь. Я, сотрудник парламента, поехал в Германию на учебу. Нас отправили туда на 4 месяца. И каждую неделю нам давали на карманные расходы где-то около 140 долларов. Хорошие карманные расходы, знаете ли, у студентов в Германии. Ну, это военно-дипломатическая школа. И учатся там достаточно люди, которые занимают достаточно высокие посты. И поэтому, наверное, хорошо платили. Эти деньги я сэкономил. И для чего? Конечно, для молодого человека это должна была быть направлена на покупку машины. И за эти деньги я купил первую в своей жизни автомашину БМВ пятой модели. Я думаю, сейчас многие-многие молодые люди вам уже начали откровенно завидовать. Ну, во-первых, учиться в Германии. Во-вторых, в 26 вам тогда было, если я не ошибаюсь. 26 лет и БМВ пятерка. Ух, ну не будем, не будем травить душу. Вы знаете, у нас есть фотографии. Мы подготовились. И вот лично у меня эта фотография, ну, вызвала очень много приятных положительных эмоций. Я хочу, чтобы и у наших телезрителей эти эмоции возникли. И посмотрите, как здорово, как замечательно. Равшан, давайте поговорим о вашей семье. Западное образование в семье не только у папы, как я понимаю. Судя по вот этому молодому человеку в такой западной одежде выпускника. Расскажите, кто этот человек, во-первых? Это мой старший сын. Он в этом году закончил Сираковский университет, Уитман бизнес-кул по специальности финансы и бухгалтерия. В данное время он готовится поступить в Гарвард. Вот вы знаете, очень удивительно, когда приходят люди, ну, скажем так, действительно, занимающиеся очень серьезной работой, занимающиеся политикой, и открыто вот так вот не боятся рассказать о себе и о своей семье. Я знаю, что, скажем, вы вообще проповедуете открытость. Назовем это так, открытость власти. И вот мне бы сейчас хотелось вот вместе с вами, учитывая, что вы сегодня рядышком со мной у нас в гостях, обратиться ко всем нашим людям, что действительно, давайте говорить открыто и не бояться отвечать на любые вопросы. Но не могу не задать вам следующий вопрос. Не знаю, насколько осведомлены наши телезрители, но я лично знаю, что вы, скажем так, исповедуете западный путь развития. Если можно так назвать. Можно и так говорить, потому что все те страны, которые достигли последние десятилетия успехов, они все придерживались именно западной модели развития государства. То есть от нации остается культура, традиция, язык и территория, а государство обязательно должно быть западной модели. Это в первую очередь парламентаризм, это децентрализация, здоровая конкуренция и в последнюю очередь то, что вы уже сказали, абсолютная прозрачность государственной власти. Так как, ну скажем так, на наших политиков возложена эта миссия решать те самые проблемы, вот мы сегодня решили с вами, Равшан, проблемы эти порешать, а если говорить точнее, расстрелять все проблемы, потому что в школе, помимо волейбола, футбола, борьбы и прочих видов спорта, Равшан Джейнбеков увлекался стрельбой. Ну что, наша постоянная рубрика «Постреляем по проблемам». Поехали! Ну что ж, дамы и господа, уникальная возможность на ваших глазах в этой студии избавиться от основных проблем Кыргызстана, помогает нам в этом, напоминая, Равшан Джейнбеков. И, ну, почти в бюрократию мы попали, но, видите, сложно, сложно пока искоренять бюрократию. Давайте попробуем следующим орудием, может быть, еще какую-то проблему изничтожить. Я думаю, проблем так много, что можно не искупиться. Отлично! Было! Было! И поразили мы беззаконие, друзья мои. Одно из самых основных проблем. Браво, Равшан! Я еще и лишаю. Давайте, давайте еще раз нам так с вами везет на дротики, может быть. Оп! И бюрократии нет! Со второй попытки ушла бюрократия. Отлично! Двигаемся очень хорошо, очень продуктивно. Мы с вами уже избавили страну от двух проблем. Пусть они выражены сегодня в гелиевых шариках, но, может быть, может быть, как-то куда-нибудь эта наша энергия с вами передастся. Национализм тоже берем, да? Конечно! По-моему, одна из самых актуальных проблем... Ну, мы метились, мы хотели. А, как говорится, человека нужно уважать хотя бы за намерение. Так, Сандар, что ты нам принесешь на этот раз? В детстве вы хулиганили по голубям, по окнам соседей? Я хорошо стрелял, между прочим, в детстве. Вы знаете, почему-то вам я охотно верю. Да. Давненечко, да, не практиковались? Давно. Уже лет, по-моему, 30. Итак, после 30-летнего перерыва, Равшан Жейнбеков из Дрогатки поражает коррупцию, поражает коррупцию, но коррупция настолько глубоко, по-моему, пустила корни, что очень тяжело из Дрогатки победить коррупцию. Даже с новым президентом... Если мы не можем проблему победить, мы ее, давайте, сможем замочить. Это, знаете, как, если вспоминать еще одного политика Владимира Владимировича Путина, вот он предлагал проблемы мочить. Давайте мы с вами попробуем. Мы планировали, что здесь будет кислота, но потом наш редактор поменял, поэтому уберем это. Спасибо огромное, друзья! Две проблемы из шести, это не так уж и плохо! Это не так уж и плохо! Рафшам, спасибо вам огромное! Мы очень рады, что вы сегодня оказались у нас в гостях. Друзья, берите пример с открытых и веселых политиков, назовем это так. Спасибо вам еще раз! Увидимся! И вам успехов и огромных сил! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok